На все 100 с Дмитрием Дерунцом Проект На все 100 на Спорт.ФМ открывает дискуссии, поднимает проблемы, слушает ваше мнение. Главные вопросы современного спорта обсуждаются здесь, с 19 до 20 часов по будням. Меня зовут Дмитрий Дерунец, я буду рад услышать тех, кому не наплевать на будущее спорта, а значит и на свое будущее. Наши координаты вайбер и ватсап 8 9 2 5 2 2 2 2 9 3 2, смс портал 55 33 в начале слова спорт. Традиционная, напоминаю, что также отвечаю на ваши вопросы вконтакте в разделе на все 100. Итак, сегодняшняя главная тема, давайте ее заявлять. Это важно. Пиво на стадионе. Это тема, которая всегда уверенно заходит, на мой взгляд, в, скажем так, общение с российскими болельщиками. Потому что она вечная практически. Сколько мы живем, столько не можем разрешить себе спокойно употреблять слабоалкогольные напитки на спортивных аренах. По крайней мере, вот были времена, когда, ну, об этом даже как-то не вели речь. Потом наступили, я имею в виду советское время, да, впрочем, мы еще вспомним это все более подробно, да. Потом российская эпоха настала, где во многом было бесправие, где сплошняком проносили под полой. В общем, ну, так, скажем, официального разрешения не было. И когда все-таки начали регламентировать порядок поведения людей на трибунах и вообще нахождение людей на трибунах, пиво стало сразу как-то персоной нон-грата на подавляющем большинстве арен. Впрочем, далеко не на всех. На нашей страничке ВКонтакте уже присутствует опрос. Вопрос такой, он чуть шире, чем просто вопрос, да, пиву или нет пиву. Мы решили, что это, таким образом ставить вопрос все-таки довольно узко. Следующий вопрос. Вы довольны уровнем предоставляемых услуг, имея в виду исключительно еду и питье, на российских стадионах? И варианты ответов. Да, чай, кофе есть везде, а больше мне ничего и не надо. Я же не в ресторан пришел. Второй вариант. Тоже да, я равнодушен к алкоголю, а в плане количества точек питания стало комфортным. Третий вариант. Нет, я недоволен. Какой же футбол-хоккей без пива? Ведь поход на стадион – это не только просмотр игры, но еще и общение с друзьями. Четвертый вариант. Нет, я не могу и не хочу ждать возможности купить хот-дог целых 20 минут. Мол, очереди очень большие. И, наконец, пятый вариант ответа. Я просто не хожу на российские стадионы. Вот так вот звучит наш опрос на странице ВКонтакте. Голосуйте в концовке эфира. Естественно, традиционно подведем итоги. Ну а прямо сейчас давайте вспомним, как спортивные события и пиво сосуществовали на советских и российских аренах. Вспомнить все. Русский человек, пьющий человек. Безусловно, так было далеко не всегда, но это уже другая история. На советских и российских стадионах болельщики тоже не обходились без горячительных напитков. Спортивная инфраструктура Советского Союза была, мягко говоря, скромной, а во многих городах осталась таковой и по сей день. Максимум – неказистый буфет на самом стадионе. Поэтому любители спортивных зрелищ начинали разминку еще до попадания на арену. А на трибунах могли согреваться не только пивом. И неудивительно. Попробуй посиди пару часов на 20-ти градусном морозе, наблюдая за матчем, например, по хоккею с мячом. При этом нельзя сказать, что пьянство среди болельщиков было повальным и выливалось в какую-то глобальную проблему. Кстати, в советские времена на футболе продавали не только пиво. Взять, например, центральный стадион имени Ленина. В буфетах Лужников в середине 70-х можно было откушать портвейн, сухое вино или даже коньяк в разлив. А пол-литра разливного жигулевского пива обошлись бы вам всего в 22 копейки. Во время антиалкогольной кампании в период перестройки пили из-под полы. В 90-е и нулевые поход на футбол также сопровождался потреблением алкоголя. А пустые бутылки зачастую служили веским аргументом в споре фанатов. На хоккейных матчах тоже можно было спокойно взять зачастую разбавленного, но все же пива в пластиковом стакане. В 2012 году в силу вступил закон о пиве, согласно которому продажа спиртных напитков на стадионах и в пределах 100 метров от них запрещена. Теперь болельщики начали жадно потреблять большие порции пенного непосредственно перед входом на арену в соседних дворах и в метро. А кто-то и вовсе отказался от походов на трибуны, предпочитая спокойное распитие в уютном кресле перед экраном большого телевизора. Футбол и пиво по-прежнему связаны очень тесно. Итак, связь футбола и пива. На стадионах в центре нашего внимания и берем шире. В целом вы, как люди, которые ходят на трибуны, довольны ли качеством комфорта, довольны ли уровнем комфорта именно в плане того, что вы можете поесть, попить, что хотите. Да, мы сейчас не акцентируем в данном случае внимание на пиво. Ну и нравится ли вам ходить на стадионы? Вот так вот ставим вопрос. Вы довольны уровнем предоставляемых услуг по еде и педю на российских стадионах? Пока что побеждает у нас как раз-таки ответ нет, какой же футбол или хоккей без пива. И вот поэтому все-таки действительно выделяем пиво в отдельный реестр. Поэтому на него акцентируем внимание, хотя берем вопрос шире. Напоминаю, что у нас грядут два больших спортивных события. Это Кубок Конфедерации по футболу и через год Чемпионат мира по футболу. Напомню, для российских болельщиков они станут своеобразными дверьми в новый мир. Потому что, конечно, уровень обеспечения комфорта и уровень предоставляемых услуг на этих двух соревнованиях будет, ну, надеюсь, примером для подражания клубам российской футбольной премьер-лиги. Но он явно будет зашкаливающим. И, ну, я думаю, многих будут просто брови наверх ползти, увидев, как работают на больших, на крупных футбольных мероприятиях. И напомню, на этих мероприятиях, на всех стадионах будет разрешена реклама пива и будет разрешена продажа пива по закону, который специально был выпущен в Российской Федерации. И он исключает, соответственно, Кубок Конфедерации и Чемпионат мира по футболу из обычных правил. На данный момент распитие и продажа алкогольной продукции, включая пиво, на спортивных объектах запрещена. Это означает запрет не только на реализацию или распитие алкогольных напитков на стадионах, но и в подтрибунных помещениях. Вот как звучит сейчас закон. Впрочем, и в нем есть некоторые послабления, которые можно обойти. И мы связались перед нашим эфиром с вице-президентом по хоккейным деятельностью, председателем правления хоккейного клуба «Металлург» «Магнитогорск» Геннадием Ивановичем Величкиным. Человеком, который ратует за пиво по полной программе и всегда. И вот что он нам ответил про город «Металлургов», про отдых с семьей, про деньги, которые идут на развитие детской хоккейной школы. Давайте послушаем. Во-первых, у нас город «Металлургов». Я даже помню в свое время Иван Харитонович Рамазан, турнир, в честь которого мы проводим, он даже задался целью, и когда напряженное время было еще, постсоветское пространство, он строил пивзаводы, чтобы столевары, металлурги, которые теряют огромное количество воды, чтобы они могли выпить бокал нормального качественного пива. Но давайте так, мы не будем сейчас рассуждать о пиве, о качестве, вреде и пользе. Люди приходят отдыхать, они приходят с семьей, они приходят с женами, с детишками. И человек, взрослый мужчина, почему он не может выпить пиво правильного? Во-первых, он приходит отдыхать, развлекаться, потому что хоккей-то шоу. Плюс эти деньги идут на развитие детского спорта. Мы говорим, что профессиональный спорт должен бизнесам. А на чем же, простите, нам зарабатывать? Пришло 8 тысяч человек, из них половина мужчин. Хотя бы по одной кружке они выпили. И вот вам 4 кружки пива. 100% на оценку. По году хоккейный клуб «Металлург» может заработать до 10 миллионов рублей. Это, в принципе, 30% бюджета детской хоккейной школы. Вот вам, пожалуйста, говорит руководитель клуба-чемпиона России по хоккею. Клуба, который растет, живет в маленьком городе, у которого прекрасная современная арена и который считает деньги. Несмотря на то, что считается сам одним из, ну, таких уверенно стоящих на ногах в российском хоккее. Говорит человек, у которого есть безусловный авторитет в хоккейном мире. И он этим, вот насколько у него авторитет есть, он авторитетно заявляет, что без пива на трибунах просто нельзя. Ни с точки зрения комфорта и отдыха, ни с точки зрения, ну, бизнеса. Потому что это огромный плац для зарабатывания денег. Потому что мы говорим сейчас о хоккейном клубе «Металлург Магнитогорск». А что же представить, да, как вы представите, если мы перенесем это на серьезные футбольные масштабы, если это будет не 8, а 20-25 тысяч зрителей? Напоминаю, именно такой, на такую среднюю посещаемость нацелилась российская футбольная премьер-лига в ближайшие несколько лет. Так пиво ведь вообще может вытащить нас сквозь финансовый фаерплей? Может позволить нам обеспечивать безбедное существование детских хоккейных школ? Почему бы? Почему бы не так? Да, и более того, оно привлекает болельщиков на трибуны, дополнительных болельщиков. Еще раз слово Геннадию Величкину, который именно эту точку зрения и отстаивает. С той стороны, давайте мы посмотрим, есть ли некоторые стадионы и города, где пиво не продают. Так люди все равно его пьют, люди приносят, привозят в машинах, в перерыве выходят на автостоянку и пьют это пиво. Пиво пьют купленное где угодно, но только ни во дворце в Ледовом, ни в хоккейном клубе. И ни разу, вот в Магнитогорске всегда продавали пиво. Еще ни разу не было ни одного случая, чтобы были какие-то там пьяные, дебоши, еще что-то. Все приходят, покупают женам мороженое, детям чипсы, напитки какие-то. А себе покупают по крошке пива, по бокалу пива. Это символически, это нормально, плюс это доход. Плюс люди даже, если они не будут покупать пиво во дворце, то они пойдут... Вы слышали, Михаил, вот прямо сейчас у нас на связи в качестве такого расширенного диалога директор по пробовым вопросам и корпоративным отношениям компании «Санэнбеф». Это российский представитель известной бельгийской пивоваренной компании «Арас Дурдеев». Арас, здравствуйте. Добрый вечер. Вот расскажите, пожалуйста, вот насколько было бы интересно пивному производителю зайти все-таки на уже таких законодательных основаниях на российские стадионы. Хоть бы куда зайти. Хоть бы куда зайти. Вот Михаил сразу спорит с вами заранее. Давайте дадим слово Арас Дурдееву. Если позволите, да. Наша компания является спонсором чемпионата мира по футболу 2018 года. Он является эксклюзивным, собственно, спонсором в категории пива. И нам это право уже предоставлено. И пиво на стадионах продаваться будет в рамках Кубка Конфедерации следующего года и 2018 года. Более того, я могу сказать, что чемпионат мира – это большой праздник, который объединяет людей. Пиво – один из тех, скажем, факторов, которые также привлекают людей на стадионы. Можно сказать, что конкретно по ФИФЕ не было прецедентов. Пиво всегда продавалось. Не было прецедентов, никакого насилия. Ничего ни в одной стране мира, где это проводилось. Именно под эгидой ФИФА. Мы провели блестящий просто чемпионат, который прошел в Бразилии. Было выпито порядка… Посетили, во-первых, его порядка 3,5 миллионов людей. Было выпито пиво больше, чем, скажем, безалкогольных напитков, сладкой воды, которая тоже являлась спонсором. Чудовищно. Несколько раз, да? Соответственно, то, как было организовано и то, как это будет организовано здесь, в России, мы в России являемся… Действительно, у нас очень большой опыт у России в проведении больших спортивных мероприятий. И вопрос безопасности на трибунах, и как это будет происходить, мы уделяем очень большое внимание этому. Араз, Араз, буквально, буквально, давайте несколько слов дадим Михаилу. Вот Михаил Дегтярев у нас на связи, глава комитета по физкультуре и спорту. Вот, Михаил, вот Араз Дурдыев гарантирует на опыте… Вы тоже хорошо говорите. …распространяли такие научные псевдоисследования от полезности и так далее. Все это чушь, конечно. Да, это есть в культуре и в нашей, и за рубежом употреблении пива и в компании и так далее. Но алкогольные все эти компании, особенно пивные, доиграются. Мы введем госмонополию на спирт, приравняем пиво, и государство вернется на этот рынок. Михаил, ну подождите, только что мы говорим, что слышим… И будем поднимать качество, будем поднимать доходы в бюджет, диверсифицировать нашу экономику. А следом зайдет государство на табачный рынок. Я считаю, это правильно будет. И ввести госмонополию спирт, собаку и снахар. Ага, отлично. Михаил, 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 мы вас услышали. Нет, стойте, стойте, не тараторите. Один единственный пивзавод остался с российскими собственниками, это же половое жигулевское пиво. Одни иностранцы на этом рынке, это не дело. Что это такое? Хорошо, мы вас услышали. Мы голосовали против этого. Михаил, мы вас услышали. Секунду, давайте дадим возможность все-таки Аразу высказаться. Араз, ну вот вы считаете, вы только что сказали, такой уверенный, хороший опыт чемпионата мира в Бразилии. Может быть, все-таки вы надеетесь, что положительный опыт чемпионата мира в России позволит вам проникнуть и на российские арены на постоянной основе? Безусловно, я думаю, что мы все будем очень пристально и внимательно за этим наблюдать. Мы будем очень ответственно подходить к этому. Я уверен, что тот опыт, который будет у нас в 2018 году, он позволит всем, соответственно, нашим органам допустить пиво действительно на стадионы. Потому что мы знаем, что пиво и футбол – это, наверное, неотъемлемые атрибуты. Поэтому мы действительно общаемся сейчас с представителем ЛОКом, локальным комитетом по ФИФЕ и Ситалионтичем встречались. Есть понимание, как это сделать, есть понимание той ответственности, с которой это должно быть сделано. И мы понимаем, что те меры безопасности, в том числе идентификации болельщиков, которые будут на 2018, они в любом случае позволят очень оперативно реагировать на любые вещи, которые там могут происходить. Поэтому мы убеждены, что этот праздник будет. Этот праздник объединит очень много людей, которые приезжают в тех странах, где пиво является действительно необходимым атрибутом на стадионах. Мы этот праздник занесем до всех и сделаем это ответственно. Ара, спасибо большое, Михаил. И вам все-таки слово в завершении. Диалог с пивными компаниями возможен, на ваш взгляд? Он может быть. Есть спортбары. Хочешь поболеть – возьми нормальную, красивую, удобную кружку пива и сядь за стол. Или там на диван с друзьями, выпей, посмотри матч. Нечего на стадионе пивникам делать. А вот они говорят, они будут там безопасность обеспечивать. Да не они будут обеспечивать, а наша полиция. Ей что, делать, что ли, больше нечего? Вычислять там тех, кто будет там выпивать. Еще списки эти несчастные тоже. Мы, например, выступали против этого. Ну куда вообще? Во время проведения чемпионата мира. Пивников, то есть можно, а вот народ в списки загонять наших болельщиков тоже. Ну неправильно это. Неправильно. Араз, кто во время чемпионата мира, Араз, кто во время чемпионата мира, вы хотели сказать? К вас пусть раздают. Во время чемпионата мира, безусловно, будет обеспечивать, собственно, безопасность те органы, на которые действительно возложены эти обязанности. Я лишь говорю о том, что будут дополнительные меры. Например, будет ID болельщика. Это то, что помимо билета на футбол будет у каждого человека, который захочет посетить матч. Причем он будет у человека на всем протяжении тех матчей, которые он будет посещать. Фактически мы будем знать каждого болельщика индивидуально, который будет присутствовать на стадионах. Это очень действенный мер, который должна помочь идентифицировать любые проявления чего бы то ни было. И сразу, скажем так, нивелировать этот негатив на будущее. Поэтому я думаю, что в России действительно гораздо больше опыт, чем то, что мы видели. Это происходило в других странах под гидой другой организации футбольной. Я думаю, что в этом плане мы покажем некий пример. Наверное, сделаем, как всегда, лучше всех. Спасибо большое, друзья. Спасибо большое Аразу Дурдыеву, директору по правовым вопросам и корпоративным отношениям с АнНБ. Михаил Дегтярев, мы вас услышали. Ваше мнение понятно. Вы против? Посмотрим, как будут развиваться эти взаимоотношения. Вам тоже огромное спасибо. Депутат Госдумы, глава Комитета по физкультуре, спорту и туризму и делам молодежи. Вот так вот столкнулись по полной программе. Сейчас у нас представители разных точек зрения в прямом эфире. Послушаем ваше мнение. Поглядим, как строится, на чем основан зарубежный опыт этой проблемы. Оставайтесь с нами на все сто на Волнах Спорт.ФМ. После новостей продолжим. Идем в стык на все сто. Реклама Что вы знаете о сегодняшнем дне? День рождения известного модельера Ральфа Лорена? Да, но не только. Сегодня в торговом центре Метрополис стартует Fashion Weeks. В 8 вечера вас ждет выступление участников проекта «Танцы», а также возможность посетить модные показы и мастер-классы. Мода начинается в Метрополис. Возрастной пятибуре 0+. Едем за квартирой мы. Изумрудные холмы. И уж точно как видать. Скидку сможем мы отжать. Продавцы, теперь держитесь. Мы вас выжмем. Вы не жмитесь. Готовые квартиры в микрорайоне «Изумрудные холмы» в Красногорске. От 77 тысяч рублей за метр. Акция «Отожми продавца квартир». Ваша скидка в ваших руках. Звоните и осуждайте. 37,5 восьмерок. Проектная декларация на сайте «Изумрудные холмы.ру». Заботливым и обаятельным. Любительницам рецептов и сериалов. Создающим уют и успевающим все на свете. Юлмарт предложит из 120 тысяч товаров самый подходящий. Вам, московские домохозяйки. Мультиварка «Смайл». Чаша с керамическим покрытием за 1890. На юлмарт.ру. Период действия акции с 1 по 31 октября. Подробная информация на юлмарт.ру. ООО «Юлмарт РСК», 197-227, Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 2, литера А. УГРН 111-784-760-7900. Зима. За окном минус. А у шин «Данлоп» плюс. Плюс шиномонтаж в подарок. Комплекту зимних шин при покупке у официального дилера «Данлоп». Предложения действуют для шин групп «Айс-02» и «Винтермакс». Условия акции уточняйте на сайте интернет-магазина «Са.ру» и по телефону 8-495-787-7744. ООО «Граншина», Московская область, город Химки, улица Пожарского, 204 Е, УСМР. ОГРН 109-504-700-61-30. Они заставили меня поверить в чудеса. Они вдохнули в меня радость. Заставили смеяться. Потом они уехали. И опять вернулись. 22 и 23 октября Кунцева Плаза приглашает на свой день рождения. Шоу рекордов Гиннеса. Выступление цирка Никулина. И главный приз. Автомобиль «Мерседес Джеллай». За музыкальную часть праздника отвечают «Моральный кодекс», «Серебро», «Эдди Баттлер» и «Панайотов». Категория 18+. Информация об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроки, мест и порядок их получения на сайте Кунцева Плаза.ру Это лесник Денис Петрович. Он столько времени проводит наедине с природой, что по мху может предсказать результат футбольного матча. И каждый вечер он мечтает о жизни в стеклянном небоскребе с видом на живописную пробку. А тех, кому в жизни не хватает природы, мы приглашаем поселиться в новом жилом комплексе «Грин Парк» по соседству со старым 250-летним парком. Группа «Пик». Влюбляйтесь. Проектные декларации размещены на сайте «пик.ру». Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы. Чтобы добиться топ-результата, нужно работать на тренировках каждый день. Каждый. Каждый день на «Спорт.ФМ». Итоги спортивного дня. Топ-спорт. Топ-события. Топ-спортсмены. Топ-результаты. Высший уровень. Слышный топ-спорт. Только на «Спорт.ФМ». Каждый будний день с 20 часов. На все 100 с Дмитрием Дерунцом. Действительно, топ-спорт уже совсем скоро. Один из ведущих, Сергей Курманов, к нам присоединится тоже скоро. И свое мнение по сегодняшней проблеме выскажет. И также мои коллеги будут следить более пристально за развитием матча «ЦСКА-УФА». Стартовая игра в этом туре российской футбольной премьер-лиги началась на арене «ЦСКА». Пока там ничья 0-0. Ну а меня зовут Дмитрий Дерунец. Это проект «На все 100». И мы сегодня говорим о теме пива на трибунах. Узко и чуть шире, как это представлено в нашем опросе на страничке ВКонтакте. В целом, вы довольны уровнем предоставляемых услуг, едой и питьем на российских стадионах. Пока что большинство голосует «нет». Какой же футбол-хоккей без пива? Ведь поход на стадион – это не только просмотр игры, но еще и общение с друзьями. 32%. На втором месте тоже вариант «нет». Ибо долгие очереди, очень длинные очереди. Я хот-дог 20 минут покупаю, как так можно. Это второй вариант. Третий вариант «грустный». Я не хожу на российские стадионы. Это внимание российской футбольной премьер-лиги, которая планирует уже через несколько лет увеличить среднюю посещаемость российских стадионов до 25 тысяч. Ну и мы конкретно спрашиваем у вас, а вы вообще хотите, чтобы пиво продавалось на стадионы? Хотите, чтобы оно вернулось на стадионы? Только что, буквально до выпуска новостей, у нас был такой приличный батл в эфире между представителем власти, главой комитета по физкультуре и спорту Госдумы Михаилом Дегтяревым, директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям одной из пивоваренных компаний, аразом Дурдыевым сошлись, они не на жизнь, а на смерть, по-настоящему разные точки зрения, и посмотрим, чья возьмет в итоге, что вы хотите. Есть очень интересное мнение, которое приходит нам в вайбер и ватсап, 8925222293.2. Соответственно, вы пишете о том, что для випов на определенных стадионах пиво есть, и вообще другие алкогольные напитки. И вот тот момент, помните, я вам говорил о том, что закон действительно запрещает реализацию и распитие алкогольных напитков на стадионах и в потребительных помещениях, но есть поправка к этому закону. Так вот, давайте я зачитаю вам поправку о том, что запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, содержание мотилового спирта не более чем 16,5% объема готовой продукции, а также на розничную продажу и распитие пива и пивных напитков при условии, если организация, реализующая алкоголь, оказывает услуги общественного питания. Иными словами, потребление алкоголя в специально оборудованных местах общественного питания не запрещено. И вот тут, друзья, внимание, момент. Вы, наверное, знаете, болезнищики «Зенита» Санкт-Петербургу, привет сейчас, который уже месяц как присоединился к аудитории слушателей «Спорт.ФМ», да? ВИП-ложи других стадионов, да? Арена Химки, открытие арены. Чем же они отличаются? Да тем, что там кейтеринг организуется специальной компанией, у которой в уставе прописано, что она может заниматься организацией, может и занимается, даже правильно вот так сказать, организацией услуг общественного питания. Вы поймите, чем отличаются простые подтрибунные помещения? Тем, что там клуб нанял какую-то условную фирму, ну нас с вами, там любого человека, ООО какой-нибудь, да? И мы там продаем, просто так закупили и продаем. Мы не занимаемся организацией общественного питания, и мы не имеем права продавать пиво. А естественно, когда клуб заключает, клуб или арена, как в случае с Ледовым дворцом в Санкт-Петербурге, да, которые заключают какой-то свой контракт с большой фирмой, ну понятное дело, что там и оборот денежный совсем иной. Почему это все немножко не распространяется на непосредственно обычных болельщиков, а остается только в ВИПе? Для меня, конечно, это вопрос. Идем дальше. Напоминаю, главный вопрос сегодня, это довольны ли вы качеством оказываемых услуг на трибунах российских стадионах, имеем в виду еду и питье, голосуйте нашей страничке ВКонтакте, и чуть уже ждете ли вы возвращения пива на стадионы, российские стадионы. Мы вышли сегодня на улице и задали тот же самый вопрос. Вот многие здесь сейчас пишут в адрес Михаила Дегтярева, главы, соответственно, комитета по физкультуре и спорту, мол, ретроград, мол, ерунду несет какую-то, да. А между тем мы вышли и задали вопрос людям обычным, а вы пойдете на стадион, если там будут продавать пиво? И нужно ли пиво на стадионах? И давайте слушать, что обычные люди отвечали. Голос улиц. Ну, я считаю, это излишне. Если пиво начали продавать, у нас не умеют пиво, во-первых, пить, а во-вторых, они в пиво водку вмешали. Ну, я думаю, что больше, но больше будет драк. Я думаю, это привлечет, конечно, больше людей, но сам факт того, как это будет проходить, это вот дионисийские оргии какие-то дурацкие. Когда мы были молодыми, было пиво, было все, и народ был совершенно другой. А сейчас такие урки там, то ходить туда противно. Это, мне кажется, нет, потому что мы идем, чтобы посмотреть на спорт, на справедливую игру, а не на какие-то, не знаю, там, попивалки. Ну, это пиво больше. Те, кто пьют, естественно. У нас там не будет, это точно. Ради пива я не ходил. Я в советское время пил пиво на трибунах. И не только пиво, но и водку. Меня бы это не прелестило. Если безалкогольное, другое дело. Голос улиц. Голос улиц на все сто. Правы ли наши с вами соотечественники? Обратите внимание, мы даже не смогли выбрать хотя бы одно мнение, которое бы сказали, да, быстрее я вернусь на стадион. Хотя, например, слушаю сейчас, читаю те сообщения, которые нам приходят в Вайбер и Ватсап. 892522222932. Вот тут вот Михаил есть. Вернете пиво, вернусь я на стадион. Много, конечно, у нас было и опрошено болельщиков. Это же простые люди, да, которые, может быть, когда-то ходили на стадион, и теперь не ходят. Воспоминания о советском времени. Вот я, конечно, очень мне не нравится, что мы играем вот этими воспоминаниями о советском времени. Когда культура была совсем иная, когда отношение к делу совсем иное, когда это действительно было каким-то побегом, что ли, от реальности. И количество, скажем так, мероприятий, на которые можно было бы смело сходить, было совсем-совсем немного. И стадионы и заполнялись лучше, но и, конечно, проносили туда уверенно. И вот это вот самое из-под полы вошло крепко в нашу традицию нахождения на трибунах. Ну что же там скрывать? Думаю, многие посетители Дворца спорта в Лужниках, хоккейного, где хоккейные матчи проходят, знавали места, где конкретно разливали коньяк из-под полы. Вы понимаете, вот из-под полы. Это словно девиз болельщиков, которые ходили на стадионы. Приходишь, алкоголя нет, либо в себе пронес, и уверенно решающий глоток делал за углом стадиона, уже за три секунды до стартовой сирены или стартового свистка, а то и по ходу первого тайма первого периода. Либо там, где-то уже на территории находили возможности. Те же самые стадионы, старые Лужники и Динамо, где пресс-бар атакован был не единожды болельщиками простыми с соседствующих трибун. По знакомству проникали, там под какие-то котлеты, еще что-то. Естественно, старая тетя Валя, знакомая. Все вот это, вы знаете, и остается у нас в голове. Но ведь надо меняться, друзья. Ну, надеюсь я, что общество наше, ну, серьезно, как-то уже поменялось. Ну, понятное дело, что если ты знаешь, что тебя ждет кружка пива на трибуне, ты не будешь где-то там глотать в подворотне. Ты придешь, да, там и цены будут серьезные, но лучше потратишь на одну кружку, но посидишь, постоишь, поговоришь с друзьями и в абсолютно нормальном состоянии отправишься на трибуны. Это, мое мнение, пива нашим трибунам все-таки не хватает. Как считаете вы? Вайбер и ватсап 8-9-2-5-2-2-2-2-9-3-2. СМС-портал 5533. В начале слова «спорт» в Европе и в мире, конечно, дела совсем-совсем другие. Вот как там они обстоят, резюмирует Дмитрий Сачков. Там, где нас нет. Непременным атрибутом похода в кино является большое ведро попкорна. Посещение аттракционов с ребенком лучше сопроводить покупкой сладкой ваты, а просмотр хоккейного или футбольного матча немыслим без пива и чипсов. И если у нас пенную лавочку уже несколько лет как прикрыли, то в Европе и мире практика потребления спиртных напитков на стадионах существует и процветает по сей день. Продажи алкоголя, а также его рекламы являются неотъемлемой, а зачастую и очень весомой частью бюджетов клубов и организаторов соревнований. Главный немецкий национальный напиток многие годы непременный атрибут футбола в Германии. Хорошее настроение, песни, танцы, пенная рекой – вот что долгие годы делает в немецких городах футбол синонимом слова «праздник». Ни одна крупная победа не обходится без классического пенного душа и сопутствующих закусок. А среди участников всемирно известных пивных фестивалей, таких как «Пивная миля» или «Октоберфест», можно узнать, например, футболистов Баварии. На матчах Бундеслиги пьют, как правило, пиво местных пивоварин, хотя есть и исключения. А цена за пол-литра начинается от трех с небольшим евро. За одну игру чемпионата Германии болельщики могут выпивать до 30 тысяч литров этого напитка. В Британии пивом не ограничиваются. Помимо нескольких сортов пенного на выбор, во время матча английской премьер-лиги можно вкусить вина или виски. В Латвии, где любят хоккей, прямо на арене или стадионе можно угостить своего приятеля коктейлем или даже выпить водки. В Финляндии, кстати, пьют обычно кофе, а пиво продается только на самых больших... На стадионах не будет вот своих пивоварин, вот, а все, что продается в банках, это, по сути, шелуха. В-третьих, люди, правда, не знают меры. В-четвертых, продавать у нас тоже разрешение на продажу и так далее. Это еще одно поле для коррупции. Дмитрий, в общем, вы против, вы против, правильно я понимаю? Я сам пиво очень люблю, вот. Так я хотел бы сказать, что именно поэтому не разрешают, почему его запретили. Потому что, не решив остальные проблемы, проще действительно запретить. И это принесет, ну, как бы, нанесет меньше вреда, чем могло бы, если разрешили. Дмитрий, мы вас услышали. Спасибо большое. Просто много людей хочет высказаться. Параллельно сообщаю, поздравляю, болельщиков ЦСКА с голом. Там Василий Березуцкий отличился матч с Уфой 1-0 там. Александр на нас зазвонился. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Знаете, я ходил на стадион, когда на стадионе продавали. Так. Я хожу сейчас на стадион, когда на стадионе не продают. Но все знают слово нулевка. То есть, перед тем, как идти на стадион, мы собираемся в пабе, преимущественно в английском. Несколько пинт пропустили и в хорошем настроении, и в хорошем состоянии, в смысле, ну, не пьяные. Спокойно идем на стадион. После игры, ну, если победили, опять же, тот же папа и отметить. Поэтому для меня возврат пива, либо его отсутствие, оно на мое посещение футбола не влияет. Я хожу в футбол смотреть, а не пиво пить. Все, спасибо большое, Александр. Услышали ваше мнение. Нам человек из Германии дозвонился, который в Новайбер нам пишет. Вячеслав, Слава, здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте вашу историю. Да, ну, собственно говоря, я не буду рассказывать про Будду с Лего, как здесь все организовано. Я хочу рассказать про маленькие команды. Вот я поживаю в Миссине, и у меня в 15 минутах от дома пешком в одну сторону команда Гелия Ваглфинг, в другую сторону Ротлайфа и Берфюринг. Очень удобно, потому что они играют одна на выживке, другая дома. То есть можно каждую субботу посещать эти матчи. Это девятая дивизион Нермании. И, собственно говоря, что я хочу сказать. Народ туда приходит не столько болеть, сколько действительно посидеть, выпить пиво. Потому что можно понимать, что в Германии ничего в воскресенье не работает. И стадионы – это единственное место, где можно посидеть спокойно, выпить пиво, съесть сосиску или картошку. И посетители вот этих мест, собственно говоря, в Тадрайфе, он в Тадрайфе уже, такие... Да-да-да, мы видели, да. Все это будет цивильно сделано. Посетители в основном – это люди пожилые. То есть это примерно такие дедушки 60 лет. Слав, спасибо большое. Мы вас услышали. Просто время немножко уже поджимает. Вот Слава из Германии нам звонит, который объясняет наличие пива на стадион, даже формирование своеобразной культуры. И в данном случае мы много говорим, нам тут пишут, что вот пиво будет естественно на Кубке Конфедерации. Но в целом люди против продажи. Еще болельщик нам пишет, что, соответственно, молодежи пиво вредно. Тут я вам парирую, извините. Это уже дело продавцов. Обязательно надо продавать согласно паспорту. Как у нас это и есть. Этот закон должен действовать в том числе и на стадионах. Сергей Курманов появляется у нас в эфире. Человек тоже, который любит очень серьезно национальную немецкую культуру. Это да. Да, Сереж, привет. Всех привет. Ну, твое мнение. Вот у нас большой опрос, висит много споров. Нужно, не нужно пиво? Я считаю, что пиво на стадионах нужно, или можно продавать. Просто потому, что это неизменный атрибут просмотра футбола. Ведь ни для кого не секрет. Даже если не продается пиво, другие напитки, соответствующие крепости на стадионах российских, то все равно тотальное большинство людей, что приходят на стадион, мы не берем, наверное, сейчас фанатские трибуны. Они так или иначе готовятся, причем готовятся основательно к тому, чтобы на футбол прийти. Другое дело, что если в итоге пиво вернется на стадионы российские, то их стоимость, этих самых стаканчиков по 0,5 будет существенно приезжать в нормальную рыночную, которая в магазинах существует. Допустим, правильно сейчас говорят о том, что те самые хот-доги, продающиеся в аренах, на стадионах, они очень, очень дорогие. Второе превышающее стоимость. Я был на чемпионате Европы по футболу в Украине и Польше, я был на матче Англии и Франции в Донецке, и вот там с точки зрения именно обеспечения населения, которое приходит на стадион пивом, было все в полном порядке. Продавали по 6 стаканчиков в такой специальной сумочке пластиковой за более чем умеренные деньги, но только в одни руки один раз. Это да, моментов регламентирующих можно придумать много. Главное сесть и внимательно это продумать. Обязательно. Да, время мало уже остается, что у вас сегодня? Мы сегодня о конгрессе FIFA говорим, о товарищеском матче России-Бразилии, который в следующем уже году состоится и поговорим о том, что было бы со Сборной России, если бы все-таки команда участвовала в таком условном отборе вместе с другими державами на чемпионат мира по футболу. Спасибо большое, Сергей Курманов, Артем Дроздов. Через несколько минут ТОП-спорт на волнах. Спорт.ФМ оставайтесь с нами, пока же подводим итоги еще. Пытаюсь успеть зачитать все ваши мнения. Я не против алкоголя на стадионе, но он должен быть довольно-таки дорогим, чтобы напиться трудно было. Культуры питья у нас, к сожалению, нет, особенно у молодых людей. А пропустить кружечку или 100 грамм, ничего страшного. Айрат из Казани пишет. Айрат, ну вот я не знаю, честно говоря, конечно, слишком много читаю сообщений. Для меня это, честно говоря, удивительно все-таки. И голос улиц, который мы сегодня услышали, и сообщения, которые мы читаем, все-таки отовсюду сквозит вот это слово «отсутствие культуры питья». Не думай, думаешь, честно говоря, что мы сами себя принижаем. Вы знаете, думаю, что все-таки это действительно некое веяние 90-х годов, когда каким-то образом, ну, и драки были, и действительно все вокруг арены выпивали, и качество алкоголя было довольно низким. Думаю, что сейчас пиво на трибунах может действительно очень серьезно помочь финансово клубу, ну, и эту самую культуру придумать. Ну, почему бы вот даже от обратного не пойти? Если приучать, ну, какие-то вот, в общем, люди, появляющиеся на стадионах, да, которые до этого чаще там посещали театры и кино, где пиво можно, да? Почему они, каким образом они выберут стадион между кино и театром, да? Вот ты пришел в кино, спокойно, культурно выпил эту самую кружку пива за время сеанса, но шел домой, да, обсуждаешь фильм. То же самое должно быть здесь, на стадионе. И тут прекрасно еще мнение приходит, пиво-то на трибунах разгрузит парковку, да? Правильно, действительно, да. Будет меньше людей приезжать на автомобилях. Завершается наш эфир. Конечно, тема долга, мы ее еще будем, естественно, поднимать, потому что будут какие-то реакции. Сегодня Алексей Косатонов сказал о том, что пиво на хоккей нужно обязательно, да, естественно, будем поднимать. Ну, а в завершении сегодня, по традиции, по традиции наш творческий подход. Творческий подход. Король и шут, конечно, пели о своем, но ассоциации интересные, раз пили пиво, так ничего и не понимали. Даже по итогам сегодняшней программы видно, что тех, кто против алкоголя на трибунах, много. Только не тормозим ли мы прогресс профессиональных клубов таким отношением? Если бы стали зарабатывать на пиве, научились бы зарабатывать на чем-то другом. Может, и до толкового контракта с телевидением дело дошло. Но это уже совсем другая история. Отдыхайте на выходные хорошо. И будете правы на все сто. С вами был Дмитрий Дерунец. Счастливо. Реклама ТРЦ «Ривьера» представляет. Первый в истории синий часовой танцевальный показ мод. Концерт, певица-елка, мастер-классы от звездных стилистов, конкурсы и подарки. Не пропусти. 22 октября ТРЦ «Ривьера». Автозаводская, 18 на третьем транспортном. Категория 0+. Да надоело мне все это. Рядом ни садика, ни школы. До работы два часа еду. Да ладно, что ты завелась-то? Разуй глаза. Другие люди вон в «Позитиве» живут. Новый жилой комплекс «Позитив». Квартиры в Москве от 3,5 миллионов рублей. 241-99-66. 241-99-66. Начни жить в «Позитиве». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте домпозитив.ру. Осенне настали перемены. Мы уронили наши цены. В магазинах «Авто 49 и Би-Би» с 16 октября по 30 ноября широкий ассортимент автотоваров по сниженным ценам. Подробнее на «Авто49.ру». Колебания ключевой ставки. Изменения курса. Каких цен ждать после октября? 8 неоспоримых аргументов за покупку нового автомобиля в «Лэндровер Рольф Ясенева» прямо сейчас. Звоните и получите индивидуальные условия на покупку автомобиля от официального дилера «Лэндровер Рольф Ясенева». Бар-ресторан «Бир Маркет» и его 136 сортов пива со всего мира приглашают тебя и твоих друзей отдохнуть по поводу ИПЕС в нашей дружной компании. По воскресеньям скидка 50% на все чешские сорта. Бутырская 69. ВВВ. Бир Маркет. Клаб. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Введена в эксплуатацию первая очередь квартала «Наследие» на Преображенке. Только в октябре квартиры во второй очереди от 10 миллионов 300 тысяч рублей. ГАЛС Девелопмент. 495-725-5555. Проектная декларация на сайте «Наследие» defisgals.ru. Только с 13 по 16 октября во Внуково Аутлет Виллодж действует закрытая распродажа «Прайват Сейл». Эксклюзивные предложения и дополнительные скидки «Ветро», «Макс Мара», «Пол Смит», «Эскада», «Хьюго Босс», «Майкл Корс», «Пинко», «Кочунелли» и других. Подробности акции ищите на сайте. Внуково Аутлет Виллодж. Киевское шоссе. Восьмой километр от МКАД. Ноль плюс. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Спортивные трофеи. Молодого хоккеиста мало научить ловко действовать клюшкой и кататься. Его еще нужно правильно воспитать. Нужно, чтобы он был истинным бойцом, но знал цену и миру. В Канаде это поняли уже давно. Вот уже почти целый век лучшая молодежная команда этой страны удостаивается право обладать мемориальным кубком.